Мошенничество в интернете это реальная проблема. За последние годы миллиарды рублей пользователи Рунета потеряли на мошеннических ресурсах. Что делать? Как себя обезопасить? Куда обращаться, если вы обнаружили такой ресурс? Все это в наших новых выпусках на канале Коэритационного центра доменов.ру и РФ. Сегодня мы находимся в офисе одной из крупнейших компаний по предвращению расследования киберпреступлений и мошенничеств. Это компания Групп Айби. Компания Групп Айби является компетентной организацией. Коэритационный центр доменов.ру и РФ развивает и поддерживает с 2012 года Институт компетентных организаций. Тогда Коэритационный центр внедрил практику взаимодействия с организациями компетентными в определении нарушений в сети интернет. В настоящий момент витриной данной инициативы является ресурс доменный патруль.рф. Марк, привет! Расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня будем беседовать. Что такое фейк-дейт? Здравствуйте, меня зовут Марк. Я являюсь старшим аналитиком антифишингового подразделения серт-гейп-компании Групп Айби. В серте мы занимаемся мониторингом, обнаружением и реагированием на активные фишинговые атаки, в частности, в том числе в компетентных доменных зонах РУ и РФСУ. И сегодня я вам расскажу о новой нашумевшей фишинговой компании Фейк Дейт, которая переводится с английского как «поддельное свидание». Читаем одну из жалоб пользователя Рунета. Нам пишут «Мошенничество с использованием в соцсети Tinder. Пользователь с той стороны скидывает ссылку на несуществующий спектакль. После оформления билета происходит звонок с сообщением о двойной оплате и предложением осуществить возврат, в форме которого присутствует ссылка на повторную оплату». Что же это за схема? Наверняка некоторые из вас имеют аккаунты в социальных сетях типа Tinder или Badoo. Если не имеете, то кратко поясню, как они работают. Имея аккаунт и настроив его на выбор партнера, вы можете отмечать профили условными лайками. После того, как ваша страница приглянулась кому-то, кого вы отметили условным лайком, между вами возникает так называемый «мэч» — совпадение лайков на страницах друг друга. После чего между вами создается чат, где вы можете обмениваться интересами, планами на свидание и не только. Здесь и кроется уловка мошенников. Под предлогом «неудобство общения в чате мессенджера» партнер переводит вас на стороннюю площадку. Телеграм, ВКонтакте, да хоть одноклассники. Ваше общение продолжается, и в какой-то момент партнер предлагает вам сходить на свидание. В театр, кальянную, клуб. Как правило, предлогом служит наличие купленного билета у партнера и предложение купить место рядом. Вы наивно соглашаетесь, думая, что это хорошая идея, плюс вам не нужно беспокоиться, партнер все сам подсказал. После чего партнер отправляет вам ссылку для покупки билета. Далее одним из популярных сценариев является какая-то возникшая проблема с покупкой билета. Вы пишете партнеру, партнер перед вами извиняется и предлагает оформить возврат билета или покупку дополнительного билета. У вас происходит второе списание средств, вы начинаете судорожно писать партнеру, а он не отвечает. По итогу деньги списаны и никакого свидания не предвидится. Дьявол кроется в деталях, о которых я вам сейчас расскажу. В первую очередь вас должен был насторожить переход на стороннюю площадку для общения. Нашей компанией уже была исследована мошенническая схема Fake Courier, которая использовала ровно такой же способ распространения фишинговых ссылок. Но не стоит сильно паниковать. Это нормальная практика, когда вам или партнеру хочется перевести общение на стороннюю площадку. Надо лишь держать в голове, что злоумышленники используют подобный способ не только для удобства общения, но и для сокрытия факта распространения фишинговых ссылок от социальных сетей, чтобы их аккаунты не блокировали, и они также продолжали распространять фишинговые ссылки и разбивать одинокие сердца. Идем дальше. Когда жертве отправляют ссылку, стоит обратить внимание на доменное имя и контент на странице. Если этот сайт можно найти в поисковой выдаче, и дата регистрации домена не такая новая, скорее всего, это легитимный ресурс. В некоторых случаях злоумышленники копируют контент официального ресурса театра и внедряют туда свою форму оплаты, которая, естественно, никак не связана с покупкой официальных билетов. Для примера изучим текущий ресурс. Видим доменное имя театр.дефискасса.ру Государственный театр комедии и сатиры имени Никулина. Смотрим афишу и билеты. Здесь у нас есть спектакли 15 октября, 16, 17, на любую последующую дату. Также мы можем посмотреть выдачу данного ресурса в поисковике. Мы копируем доменное имя и идем в поисковик, вводя данное доменное имя, и смотрим, какая у нас есть выдача. В первой же ссылке нам попадается ресурс, который говорит нам о том, что это мошенники, это развод с билетами в театр. Скорее всего, это действительно не является официальным ресурсом, но мы можем убедиться еще по другим признакам. Давайте посмотрим на контакты данного ресурса. Обычно в контактах указаны телефонные номера, адреса театров, почтовые адреса. Смотрим на контакты. Здесь у нас указан адрес, улица Малая Дмитровка, 6. Опять же напоминаю, театр называется Государственный театр комедии и сатиры имени Никулина. Мы копируем этот адрес и идем с ним также в поисковик, чтобы посмотреть, что действительно находится по этому адресу. Заходим в карты. И убеждаемся, что по данному адресу находится театр Линком. То есть он никак не соответствует тому, что нам говорит наш ресурс. Также мы можем посмотреть различные новости, посмотреть контент на странице, который нам может подсказать, что возможно, действительно, данные спектакли не показываются в данном театре или данного театра не существует. Александр, схема фейк-дейт существует уже более двух лет. Скажи, пожалуйста, как она модифицировалась за это время? В основном добавились средства автоматизации. Если раньше зачастую это были такие сайты, которые делались в штучном таком варианте, то сейчас это такая франшиза практически на всю эту схему. Ты можешь купить ее, сильно не углубляя технические подробности, развернуть. Это будут тебе и сайты, и заранее подготовленные голосовые и видеосообщения от девушек, которые заранее это сделали. То есть не нужно каждый раз кого-то просить, чтобы они общались с жертвой онлайн, тем более это обычно быстро происходит. Все уже готово. Ну и к тому же вся схема с обзвонщиками, где периодически нужно общаться по телефону с тем, кто у вас потенциальная жертва, и скрипты, которые для них уже написаны. То есть это просто продукт, который продается. Какое количество ресурсов было выявлено в 2019 году, в 2020 и в 2021? Как это в динамике выглядит? В этом году уже более 400 ресурсов мы видели. Их явно больше. К 500, я уверен, приблизится к концу года, если не еще дальше. А за предыдущий год в районе 200, ну вот суммарно около 700 плюс ресурсов у нас точно мы видели. Ну то есть это можно точно сказать, что в день, не знаю, выявляется или появляется два ресурса, или это как бы не зависит от... Мы видели ресурсы, когда к нам их кидали, что вот меня здесь обманули, проверьте, если возможно заблокируете, то такие ресурсы до нас бывают неделями жили, а то и еще больше. Блокируются они быстро, то есть там сутки проходят, ну в среднем там плюс-минус несколько часов. Но если люди молчат, не жалуются, и они сами по себе живут и дальше продолжают там бановать, то бывает долго, а собственно если ресурс живой, нет, нужно его обновлять. Поэтому, ну чётко по галидарю такое не разбросаешь. Поэтому это к тому, что обязательно нужно рассказывать людям, не в себе удерживать, что меня обманули, пускай лучше никто про это не узнает, чтобы как-то не прослыть не особо далеким человеком. А наоборот, рассказывать на форумах, в полиции тоже заявлять, что есть такая схема, меня так-то обманули, вот на таком-то ресурсе, таким-то образом. И сильно меньше жертв от этого становится. Можно ли подсчитать, какая доходность одного ресурса для мошенников, или это тоже очень плавающее? Прикинуть можно, да. Если мы видели схему, по которому происходит оплата этих билетов, на которые кидают жертвы. Театры, комнаты какие, разные родные направленности. От условно двух тысяч до пяти, даже там плюс-минус пятьсот рублей. За одну транзакцию? За одно место рядом с девушкой потенциальной этой, которую даже и в кино не сходить после этого. Соответственно, если ресурс быстро блокируется, это одна сделка, если долго, то пять-десять, я думаю, успевает. Суммарно по одной из групп мы смогли найти статистику. Это в районе семи тысяч транзакций у них за год было, суммарно на восемнадцать миллионов. То есть, если там поделить, то получается чуть больше двух тысяч на одну транзакцию у них хватит. Явно, что у них есть где-то подешевле, где-то подороже. Потому что в процессе общения злоумышленники понимают, кто перед тобой, сколько он денег готов потратить. Ну, исходя из этого, выбирают подороже или подешевле схему. Каким образом можно вернуть свои денежные средства, если уже попался на уловку мошенников? Ой, шансов здесь крайне мало. Вот таких кейсов мы даже и не видели ни одного. Но, в принципе, некоторые банки идут на такие уступки, если вы быстро понимаете, что вас обманули и в ту же, ну, буквально в тот же час успеваете сообщить про эту банку. Как аналитики Сирдгип, мы постоянно проверяем ресурсы на их легитимность. Как пример, мы можем зайти в сервис Whois, доступный на сайте kc.rf. Переходим на этот сайт. Заходим в сервис Whois. Вбиваем наше доменное имя teatrkassa.ru и смотрим, какие по нему данные. Мы видим то, что данное доменное имя было зарегистрировано не так давно, что уже может являться маркером того, что он фишинговый. Далее изучим подробнее наш ресурс. Мы видим то, что у нас в афише указан спектакль фантазий Форятиева. Если мы попробуем поискать данный спектакль, в каких театрах он идет, мы наткнемся в поисковые выдачи на сайт Приют Комедианта. Это театр в Санкт-Петербурге. Если мы перейдем по этой ссылке, мы увидим то, что данный сайт полностью копирует оригинальный сайт Приюта Комедианта. Мы увидим то, что у него одинаковый логотип, мы увидим то, что используются одинаковые шрифты и также абсолютно скопированные картинки с данного ресурса. Что позволяет нам сделать вывод, что данный ресурс является фишинговым. Теперь мы точно убедились, что данный ресурс является фишинговым. На этом этапе партнеру стоит прекратить общение с собеседником, потому что его ничего не ждет. Если вы увидели подобный фишинговый ресурс, ни в коем случае не совершайте оплату на нем, а сразу сообщите нам в центр реагирования CertGib. Через официальный сайт, кнопка «Сообщить об инциденте» или написав нам на почту response-sert-gib.ru с указанием ссылки, скриншотов переписки с злоумышленником и другими полезными деталями. Пойдем глубже и изучим текущий фишинговый ресурс, а конкретнее форму оплаты. Давайте с вами откроем код страницы и посмотрим, куда конкретно отправляются данные. Мы заходим в код страницы и видим, что у нас есть некоторые данные, которые берутся с официального ресурса перевода денег с одного счета на другой. paymaster.ru. Мы видим то, что у нас берется favicon, видим то, что берется некая стилистика. Также мы видим на официальном ресурсе ровно такой же логотип, который мы видим на фишинговом ресурсе. Мы видим то, что логотипы действительно у нас похожие, практически один в один. Соответственно, идем дальше по коду страницы. Мы видим то, что здесь текстом прописаны указанные данные, стоит номер заказа, стоит описание платежа, также стоит сумма данного заказа в некоторых значениях. Также указано то, что нам предлагается ввести номер карты, нам предлагается ввести конкретные данные, то есть CVV, например, дату истечения срока карты. И также мы видим, куда конкретно отправляются данные. Если конкретно, существует некий PHP-файл, в который загружаются эти данные, после чего мы не можем, к сожалению, отследить, как конкретно используется данная форма оплаты. В качестве мест, куда отправляются данные, могут быть почты злоумышленников, телеграм-боты, подключаемые в каналы злоумышленников, и также админы этих каналов. Деньги жертв распределяются между админами каналов и групп на хакерских форумах, непосредственно воркерами, людьми, которые и занимаются распространением фишинговых ссылок. Сейчас при помощи телеграм-ботов можно в два клика настроить фишинговый сайт и получать с него данные. Изначально все данные собираются админами каналов и распределяются уже далее между воркерами. Подробнее о данной фишинговой схеме можно почитать на нашем официальном сайте, ссылка будет в описании. Если вероятность возврата денежных средств минимальная, тогда какой смысл обращаться в полицию, рассказывать об этом и, в общем-то, освещать свои проблемы? Ну, во-первых, это правонарушение, мошенничество, вас явно обманули, про это всегда стоит сообщать, какой бы сумма ущерба ни была. Во-вторых, можно какие-нибудь аналогии придумать у нас с тем, что и так происходит в России, например, телефонное мошенничество. Их ежедневно, сотни звонков в маленьких городах даже проходят. Каждая из этих транзакций, она на самом деле даже еще крупнее будет, чем 2-5 тысяч рублей. Однако даже оно расследуется крайне тяжело и было бы еще хуже, если бы не было этой массовости и резонанса в СМИ в том числе, что это настолько распространено, что уже чуть ли не каждому жителю страны такие звонки приходили по несколько раз. Если и эту схему будет широко освещать, то есть шанс, что эти группы, их, в принципе, пока что достаточно немного еще, там 15-20 это немного. Есть шанс, что это не будет распространяться еще шире, потому что вход туда очень низкий. То есть даже без технических знаний можно начать таким образом обмануть людей. Есть шанс, что это не будет распространяться, а если распространяться, то будут ловиться эти злоумышленники, которые уже занимаются таким делом. Откуда вы знаете точное количество таких группировок? Мы следим за андеграундом, как бы сказать по-человечески, за хакерскими форумами, за тем, что пишут про эти схемы. Ну, их же продают, поэтому им важно освещать, что моя схема самая прибыльная, сколько мы на этом зарабатываем, как купить то, что у нас уже есть. Поэтому многие злоумышленники и сами выкладывают информацию, потому что им выгодно показать, что у нас наложена схема, и вот берите нашу. Естественно, это все с определенной долей эскеписса нужно воспринимать. Все-таки это не какая-то публичная статистика, это они сами про себя говорят, но все-таки в основном она достаточно достоверная. Есть ли информация о том, сколько группировок было поймано, заблокировано? Нет, такой информации у нас нет, и чтобы поймать группировку, нужно все-таки хорошее обоснование иметь, что вот она вся группа, которая над этим работает. Достаточно просто будет поймать какого-то одного члена этой группировки, который как раз меньше всего защищается, чувствует себя в безопасности, может быть, он в соседней стране, которая не столь отдалена от нас находится. И в зависимости от работы правоохранительных органов это будет либо просто, либо чуть-чуть посложнее. Но всю группу поймать будет посложнее, естественно, чем одного конкретного члена ее. Кто чаще попадается на схему фейк-дейт? Мужчины или женщины? У нас все 100% случаев, которые нам писали жалобы, были мужчинами. Я даже слабо себе представляю, как на такую схему может попасть женщина, чтобы она пошла покупать билет рядом с другим мужчиной, которого она еще не знает. То есть это 100% мужская схема, то есть с участием мужчин в качестве жертв в ней. Используют ли мошенники голосовые звонки или сообщения для большей убедительности? Да, это отличная практика с их стороны, в смысле эффективности. Уже давно и телефоны мошенники это применяют, и фейк-дейт прям отличный для этого пример. Одно дело, когда незнакомая девушка вам кидает ссылку какую-то или QR-код, что в принципе у многих будет вызывать подозрения. А совсем другое дело, когда она якобы звонит, что-то говорит, какие-то простые фразы, которые применимы на самом деле к любому человеку будут, но это не настолько распространено, не все еще про это знают, поэтому думают, что ну да, вот со мной общаются, возможно уже какой-то живой человек со мной куда-нибудь пойдет на это фальшивое свидание. И совсем хорошо будет, если видеозвонок есть, якобы быстренько, ситуативно что-то вам показали, рассказали, встретимся там-то в театре условно. Ты думаешь, ну хорошо, да, сейчас все покупаю, бегу дальше. Как с телефонными мошенниками-то работает. Для убедительности они больше информации про вас выдают, здесь же они больше информации про себя выдают. Тоже работает. Марк, давай подведем итоги, основные моменты данного видео. Во-первых, будьте бдительны при общении с незнакомцами в сервисах знакомств. Не все из них ищут партнера для свидания. Если вам предлагают пойти на свидание, внимательно проверяйте ссылку, с которой совершается оплата. Довольно легко понять, является она фишинговой или нет. Если вам отправили подобную фишинговую ссылку, не спешите с оплатой, а своевременно сообщайте об этом компетентным организациям через официальный сайт или по почте. Надеемся, что данный материал будет полезен для вас. Если вы были жертвами такого рода мошенничества, обязательно пишите комментарии и связывайтесь с нами. Возможно, ваши истории мы будем использовать в будущих сюжетах. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Координационного центра и следите за новыми выпусками. Субтитры подогнал «Симон»